привет в этом коротком видео перед обещанными обоими я хотел бы показать вот такую вот замечательную вещь которая позволяет делать вот подобные формы на разные на разные модели собственно я думаю вы здесь вот видите результат и я захотел добавить несколько форм просто чтобы это было более наглядно и значит как мы это делаем делаем это достаточно просто с помощью дисплейса но откуда мы берем вот такие вот формы я думаю что возможно кто-то из вас уже об этом слышал может быть нет и те кто не слышал я думаю что они смогут открыть для себя вот такую замечательную бесплатную программу которая называется g-splacement пока что это стартовое меню и давайте собственно посмотрим что это такое нажимаем вот сюда видим то что у нас тут есть различные вот такие вот настройки и давайте выберем classic и нажмем вот сюда просто левой кнопкой мыши чтобы посмотреть что она нам сделать его на сделала вот так вот такую вот картинку которую мы теперь можем сохранить можем сохранить нормал в виде нормалки можем добавить ей цвет например вот как-то как-то вот тогда и теперь тут включать выключать color это вот и тут у нас есть различные настройки которые нет смысла объяснять просто сами потом это все потыкайте в данный момент я не смог зайти на сайт этой программы поэтому мне придется поделиться ею через google диск она на тот момент была бесплатной поэтому я надеюсь что она и сейчас бесплатно поэтому вы абсолютно свободно можете перейти на google диск который я оставлю по ссылке и там это все скачать но я также оставлю ссылку на сам сайт возможно он у вас будет работать или потом заработать по крайней мере сейчас написано что там идет реконструкция вот поэтому да давайте смотреть еще что тут есть есть разные вот пресеты которые выглядят очень интересно и вы можете свободно взять и поэкспериментировать с тем что тут вообще есть чтобы делать различные красивые вещи давайте даже сделаем две какие-то давайте две какие-то настройки например вот сохраним вот это просто нажимаем save hide так и просто сюда сохраняем куда-нибудь вот и classic также генерация просто классом и сохраняем зву 123 потому что у меня тут уже есть некоторые настройки некоторые изображения да и в принципе вот тут все понятно рандомайз пресеты вот и дополнительные настройки того или иного вы хотите что-то убрать или что-то добавить вот но пока что это все по этой программе качайте и и смотрите и пользуйтесь разбирайтесь не потому что она очень интересная очень полезно пока что я ее закрываю хорошо и давайте вот теперь сделаем вот эту всю вещь но просто чтобы было понятно я буду это делать все с нуля давайте создадим куб и затем мы его продублируем три раза так вот таким вот образом я включу screencast keys чтобы было видно кнопочки то мало ли так вот да это нам все надо чтобы сделать те формы куб мы оставляем здесь делаем сейчас пирамиду просто выделяем верхнюю крышку и м этот центр все у нас есть пирамида и теперь нам надо сделать сферу но не такую сферу которая у нас есть по дефолту то есть вот это потому что мне не нравится вот вот эта вся история вот я бы сделал ее чуть по-другому я просто возьму этот куб накинуем у subdivision например вот достаточно большое количество раз например ну 6 раз пусть будет 6 раз apply и вот теперь у нас есть такая сфера но как вы видите она чуть-чуть квадратная поэтому мы нажимаем f3 на клавиатуре и пишем ту сфер ту сфер вот вот она выбираем и ничего больше не нажимаем просто тянем вправо все тянем 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 и вы видите она стала теперь круглая эта сфера за скейли чуть контур а скейл и здесь теперь давайте накинем sub divide of штук так не знаю 80 даже больше может там 100 просто чтобы у нас была достаточная детализация а вот теперь то же самое сделаем для нашей пирамиды с обдевает и тут тоже давайте 70 даже больше 100 вот можно даже 120 она остановилась на строили может я не нажал на не суть соточки нам хватит что мы теперь делаем выбираем куб добавляем display new и теперь открываем ту картинку которую мы делали так я ее видимо в новую папку сохранил по крайней мере почему-то я не вижу здесь вроде бы сохранял ну ладно давайте какую-то из этих возьму вот теперь она добавила вот эту текстуру но нам надо настроить нам надо во первых силу уменьшить значительно вот так и теперь как вы видите у нас тут проблемы есть поэтому мы выбираем координаты юви вот и теперь у нас появился вот такой вот куб который мы можем еще также доработать если мы сделаем еще раз отдевать например очень такая плотная сетка но она дает нам прям идеальную детализацию вот и это незаменимо когда вы делаете какие-то там платы и микросхемы и что-то подобное вот теперь давайте сделаем то же самое но со сферой displays new даже не new давайте вот откроем то что у нас уже было и теперь силу просто уменьшаем но как вы видите нам не хватает во первых детализации во вторых тут также надо выбрать юви и теперь давайте еще раз сообдевает и можем даже еще раз сообдевает вот и теперь у нас просто такая вот идеальная детализация появилась хорошо и теперь то же самое сюда давайте так displays и выбираем то что у нас уже есть все теперь силу можно уменьшить но только тут как вы видите у нас вот такие треугольнички поэтому желательно добиться именно четырехугольников там как-то подрезать вот верхушку вот туда чтобы сделать четырехугольник но не в суть я думаю с этим вы разберетесь пока что я вам просто показываю как это работает вот таким вот образом собственно там можно 6 move можно не делать 6 move так как у нас тут такие квадратные детали поэтому можно и не делать вот и например возьмем другую текстуру которую мы еще сохранили давайте я не знаю вот здесь на кубике возьмем и выберем продублируем текстуру 03 так теперь выберем эту картинку вот она так и тут но как видите она уже добавилась и выглядит это просто невероятно получается прям обалденный рельеф того что собственно того что вы видите вот таких всяких не знаю люки какие-то что-то сай фай на и и еще эту картинку можно использовать не просто как какой-то displacement то есть вы можете буквально разделять материалы давайте вот сюда сферу перенесем и давайте-ка мы возьмем ну я оставлю и мне не принципиально какой щас будет рендер движок давайте добавим какое-то простое буквально освещение просто что-нибудь силу там 4000 какой-то любой plane и теперь сделаем новый материал shader editor new и теперь давайте например добавим глаз бездев микс шейдер вот так вот подключим вот это сюда и теперь что мы сделаем имидж так еще open и вот эту текстуру например мы добавим затем mapping и texture координат и подключим юви к вектору и теперь давайте так 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 подлагивает control shift левой кнопкой мыши клацну сюда и посмотрю просто что что у меня тут получается вот у меня получаются такие вот вещи которые мы сможем сейчас дополнительно контролировать если мы добавим color рампу и вот если мы будем двигать эти ползунки мы сможем теперь это регулировать и давайте подключим color к фактору вот сюда так и shader к surface так ждем ждем так тут пока что плохо видно давайте подвигаем чуть ползуночек этот вот и как вы видите теперь вот эта вещь давайте даже цвет просто поменяем вот вот эта красная текстура это у нас стекло а то что белая это у нас принципу бездев наш стандартный поэтому даже этими текстурами можно спокойно смешивать материалы или же или же или же что мы можем еще делать мы можем брать и например подключать к силе эмиссии условно и выбирать давайте белый цвет все и теперь мы таким образом добавили кастом нам и мишенка и наши модели вот это в принципе все что я хотел показать поэтому мне кажется что это очень сильный и очень простой инструмент который поможет многим из вас вот поэтому если вам понравилось пожалуйста подпишитесь поставьте лайк и в идеале вообще напишите комментарий и используйте этот инструмент собственно делитесь этим видео всем спасибо всем до следующих видео